Начинаю свой рассказ с первой, так сказать, работы, где мне довелось вповпахивать, как говорится, узнать, что такое труд. Это было, если я ничего не путаю, году в 2007, летом. Тогда мой отчим работал в столярном цеху, там какие-то двери делал и так далее, и он мне предложил летом один месяц каждый день приходить и помогать убираться. В общем, я брал в руки гигантский такой шланг, как у... Нет, блин, я не знаю, честно говоря, у какого человека, вообще у какого живого существа может быть вот такой вот шланг, я не знаю, у этих, у Кайдзю из Тихоокеанского рубежа разве что. В общем, я брал в руки такой здоровенный шланг и всасывал, всасал опилки, а опилок было очень много, там реально в них можно было плескаться. Вот знаете, сейчас такие модные штуки есть, такие спортивные залы, где люди прыгают в каких-то маленьких резиновых шариках, да, типа балдеж. А я мог это сделать бесплатно, в опилках тоже они мягкие, почему нет, но что-то не подумал, тогда это было не модно. И, короче, вот я всасывал их таким гигантским насосом, даже это было прикольно. Иногда задевал камни, и они такие по трубе, такие ту-ту-ту-ту-ту-ту, это было весело. Вот так вот я развлекался, получается, 13 лет назад ровно. И за это я получил 1000 рублей. Сейчас это, конечно, звучит смешно, но по тем временам это были, в принципе, ну, нормальные деньги, плюс, ну, я школьник, это получается, какой класс? Восьмой был. На что, я даже помню, на что я их потратил, друзья. Я себе купил, во-первых, книжку Диабло, по игре Диабло. Я тогда был фаном серии Диабло. Ну, как фаном серии, я одну часть прошел, но не суть. В общем, думаю, блин, увидел книжку в книжном магазине. Да, я тогда читал книги, пацаны, вот таким вот я был классным. Сейчас-то еще лучше. Короче, книжку Диабло купил, и я думал, она будет по игре. Серьезно. То есть, ну, как если я это представлял, типа, вот путник пошел в подземелье этого храма, и там он воевал с монстрами, а потом был мясник, а потом был бал и так далее. Но в книге какая-то была вообще лютая билиберда, там какие-то путешественники по Амазонке ходили, в конце какую-то пирамиду покоряли. Короче, бред. Но сейчас такое модно. Вот я потом читал книжки по Сталкеру тоже, их вообще, наверное, миллион. Я, может быть, штук пять прочитал, и из них, ну, так сказать, у авторов фантазия частенько может разгуляться. Ну, ладно, что-то я тоже разгулялся, отошел от работы. Короче, я купил книжку Диабло, купил диск с третьим сезоном сериала Lost. Я обожаю сериал Lost, до сих пор вот мечтаю однажды его пересмотреть. Просто сейчас мне не с кем. Я одинокий, а Криса не понимает ничего. Короче, сериал Lost, я просто... Остаться в живых, чтобы понять не было. Мы все-таки русские ребята. Офигенный сериал, обожаю его. Вот я купил себе диск с полным третьим сезоном. Помню, ночью сел смотреть. И вот сериал Lost, наверное, был один из первых сериалов, который такую схему имел, что одна серия кончается так, что ты хочешь сразу же следующую серию посмотреть. И я такой в одной серии зацепился за концовку, где им сказали, что ваш корабль, ваш самолет уже найден. И там вот все погибшие найдены. Договорю, типа, нифига себе, а как так-то? И, короче, я всю ночь до утра смотрел подряд все серии до конца. В конце у меня просто вот такие были шары. И от того, что я не выспался, и от того, что сериал просто офигенный. Сейчас-то ладно, сейчас я могу спокойно и два дня не спать. Я уже... У меня режим сбит, наверное, давно уже. У меня организм думает, чувак, ты что делаешь вообще? Попустись. Но извини, организм, такие дела. Короче, и я купил несколько дисков на PlayStation. PlayStation, первую, тогда у меня была PlayStation. То есть почти у всех уже были компы, но у меня была PlayStation. Но вот так вот жили небогато. Вот. Они стоили, помню, по 50 рублей. И, ну, это был балдеж реально. И остальные бабки, ну, просто там погулять, там, сухариков, купить чипсиков. Пиво не покупал ни в коем случае. Я тогда еще не... Сайм. Ну, в общем, ну, в принципе, тысяча рублей для школьника на лето в те времена вполне. Учитывая, что пачка сухариков стоила рублей 5. Банка газировки рублей 15. В общем, это было нормально. Вот. Потом я работал уже в более взрослом возрасте. Получается, спустя 4 года. Это была уже практика от Шараги. Я полтора или два месяца отработал на заводе. Как настоящим. Ну, как завод. Там такой маленький был промзона. Там было два цеха. В одном работал я. В другом два моих других кента. В общем, нас втроем отправили из группы. Туда небольшая такая промзона. В городе. Но далеко, в общем, добирался. Я далеко добирался. Часа по полтора. Слушая треки дяди Жени и бабангида. Вы таких не знаете. Ну, короче, блин, классные музыканты. Вот. Это было полтора-два месяца практики. Я работал там за станком. Короче, делал фланцы. На самом деле, это вообще суперлегкая работа. Просто сидишь, как я сейчас в кресле. Но там, конечно, не такой роскошный трон. Не такой роскошный трон. Там просто такая сидушка. Ну, это просто на таких железных... Чтобы вы понимали, фланцы. Такие для труб соединительные штуки. Просто намечаешь на них кружки. Потом станком делаешь дырки. И все. Вот этим я занимался полтора-два месяца. Серьезно. Вот. Порой даже молоко давали. Но самое интересное, я работал, так сказать, с двумя... Блин, это, по-моему, были узбеки, ребята. Одного из них звали Джонни. Серьезно, Джонни. Как потом я узнал, это сокращенный от Джонни Бек. Окей. А другого звали Соус. Соус. Серьезно, Соус. Не шучу. И вот почему Соус, я так и не узнал. Но, в принципе, нормальные ребята спортом занимались. Они там все какие-то из железок сделали штанги, качались, когда был перекур. В общем, было прикольно. Это было лето. Вообще, знаете, вот я говорю, что лето это классно, да? Потому что гуляя... В лето можно любое дерьмо стерпеть. Вот, если бы я работал там, но зимой это было бы такой отстой. Были бы херовые воспоминания, потому что зима, цех не особо обогревается и так далее. Короче, отстой полный. А там лето, балдеж, идешь с утра на работку. Это было почти, ну, как в городе, но в такой черте города, где много деревьев и так далее. Идешь, там, птички поют, там, терапыры, там, на-на-на. Короче, балдеж. Потому что иногда мы бегали за водой на родник. Короче, было прикольно. Это было в одиннадцатом году. Вот. Это, в принципе, все мои работы до Ютуба. Потом я работал еще почти два года, но это уже было параллельно Ютубу. То есть, это было с лета. С начала лета тринадцатого года по март пятнадцатого. То есть, почти два года я работал, получается, экспедитор-грузчик. Да, вот так. Я не стесняюсь об этом говорить. Как говорится, все работы хороши. Мне нечего скрывать. Я работал на этой работе. И как я на нее вообще попал? Я закончил шарагу. И я думаю, блин, ну все. А, погодите. Об этом потом, об этом потом. Еще была одна работа, где я проработал целых два дня, пацаны. Вот так вот я сорвался. Сейчас расскажу поподробнее. Бррр-брр-брр-брр. Короче, это было, по-моему, уже летом двенадцатого. После евро мы с чуваком, с которым я и практику проходил, решили, что ну а что дома сидеть? Правильно, нужно пойти какие-то денег заработать. И прям купили газету. И по первому же объявлению. Такие, смотрим. Там, нужны какие-то там продавцы. Чего-то там. Двадцать-тридцать тысяч. Там, работа легкая. Ну, в общем, для студентов стандартный набор, чтобы развести там чуваков. Там, понятно, да? Ну, такие, ну, неплохо. В принципе, в тот же день, по-моему, поехали. Ну, короче, неважно, куда вы, ни из стулы, скорее всего. Поэтому, какая вам разница, куда мы поехали? Приехали туда. Там такой офис. В большом здании офисном. Там сидят две девчонки. В принципе, постарше нас. То есть, нам тогда было по девятнадцать, получается. А им где-то по двадцать пять, двадцать семь. Ну, такие они. Ничего такие. Одна была прям вообще хороша. Но у нее, сука, был гнилой зуб. То есть, у нее была такая щель гнилая между зубами. Прям. Видимо, курит. Вот не курите, друзья. Это плохо. Короче. И они говорят. Ну, все, ребята, поехали. Мы такие. Куда? Сейчас мы вам все покажем. Я думаю, блин, хреново как-то. Ну, согласились. Сели в машину, короче. И нас куда-то повезли. И нас, короче, везли очень долго. Мы уехали, по-моему, в Калужскую область. Короче, город Нценск. Город довольно прикольный. Опять-таки, это было летом. Город красивый. Такие двухэтажные дома стоят в ряд. Непонятно. Даже вроде и не стали. Короче, я не знаю, что это за дома. Но они прикольные. Там деревья. Очень такой солнечный, красивый город. Милый. И, короче, нам ничего не объясняли, что делать. Но, когда мы приехали, сказали. Вот, сейчас будем продавать косметику. Такой, типа, чё, какую косметику я в жизни не отличу, допустим, пудру от теней для глаз. Я не понимаю ничего. Я до сих пор верю в то, что зубная, зубная, губная помада делается из собак. Мне об этом в детстве сказали. Я до сих пор в это верю. Короче. И, реально, одна взяла моего друга, другая взяла меня. И нас водили по городу. И они просто ко всем подряд женщинам подходили и втюхивали им косметику. Серьезно. Типа, там, тыры... Ну, знаете, такие есть тоже работки, да. Там, тыры-пыры, это прекрасная косметика. Купите там со скидки. Ну, кто-то говорил, дети нахер. Кто-то покупал. Короче. Но, в итоге, они-то продавали. А мы-то, пацаны, типа, чё-чё такое? Говорит, шикега-то так вот. Ну, они-то, эти две девчонки с нами так обходились, как будто мы какие-то важные персоны. Они нам даже пожрать купили. Это, типа, нам чипсов задабривали, задабривали. Но, короче, на следующий день я пришёл. Друг не пришёл, сказал, что-то я прихворал. Я думаю, ну, понятно. Я пришёл, и меня отправили в город Богородицк. Ну, вы тоже, скорее всего, не знаете. И я даже умудрился продать два комплекта косметики. Серьёзно, я не шучу. Там была заученная такая фраза. Типа, торговый дом такой-то, такой-то предлагает вам. Блин, какой стыд. Сейчас бы я, наверное, ни за что бы этим не занимался. Короче, они сказали, что, чтобы выполнить норму, нужно продавать шесть в день. Я продал два. Как мне потом сказали, когда я уже от них уходил. Типа, не, это фуфло полно. Типа, Антон, те, кто продаёт два в первый день, это будущие менеджеры. Я говорю, спасибо, до свидания. Короче, я продал два комплекта. Так вот, где-то до полудня. И остальные четыре часа. То есть, они сказали, в четыре забираем. Я сидел во дворе и просто музыку слышал на телефоне. Тогда у меня был телефон Nokia 5228 без интернета. Аська была, Аська. Вот, всё, чтобы все развлечения. Музыку слушал, в игры играл. Вот, всё. Я в тот день от них ушёл и больше не возвращался. Отличная работа. Короче, два года. Грузчик, экспедитор. Как я туда попал? Закончил шарагу. И нужно было работать уже. Ну, всё. То есть, до этого как-то я подрабатывал там-там. Но тут уже всё, как говорится. Я уже взрослый, мне двадцатка. Нужно работать, какие-то деньги зарабатывать. И отец, работавший... Не мой. Моей бывшей. Работавший дальнобойщиком. Решил меня пристроить вот в эту компанию. В общем, если опять-таки вы из Стулы. Вы, наверное, знаете магазины сирень. Сирень. Там, где продают бытовую косметику, духи... Бытовую косметику. Короче, косметику, духи и бытовую химию. Я не знаю. Вроде все позакрывались. Ну, потому что я, наверное, ушёл. Конечно. Не выдержали без меня. А я предупреждал. Говорю, повысьте ЗП на 100 рублей. Нет, Антон. Это слишком много. Короче. Сирень. Вот. Я туда пришёл. Первый день... Ну, да, короче, это был такой здоровенный склад. Не знаю. Прям очень большой. Два. Два. На одном была туалетная бумага. Просто гигантские горы. Туалетные бумаги. Не шучу. Не знаю. Высотой метра по три, наверное, с половиной. На поддонах мы их катали, короче. И, в общем, всё. Я пришёл, сказали, всё, работай. И завтра приходи, там, на рабочий день. Такой, типа, блин. То есть, до этого я понимал, что это были подработки. Поэтому, как бы, было легко. Но тут я понимал, что это, скорее всего, ну, на первое... На несколько месяцев, да? И будет не так просто. Поначалу, конечно, волновался, да? Сами понимаете, новая работа, новый коллектив. Причём там, если раньше, типа, ну, окей, два узбека. Ну, в принципе, они не сильно были старше. Меня там лет по 25. И мои одногруппники, да? То есть, в принципе, ровесники есть. То там реально работали взрослые мужики и тётки лет по 40. Не шучу. И, как бы, о чём мне с ними разговаривают? Но, слава богу, слава богу, коллектив, в принципе, достался неплохой. Тётки были, ну, нормальные, адекватные. То есть, каких-то сварливых там не было. Мужики, они любили футбол. Это было вообще великолепно. Поначалу я скрывал, потому что они за Спартак болели. Они спрашивают, там, футбол смотришь? Я такой, типа, да, так. А за кого болеешь? Я говорю, да, за Реал. Потому что я искал за ЦСКА. Короче, когда я искал, что болеют за ЦСКА, меня до конца этой работы называли конём постоянно. Сыга. Но это было не обидно, потому что я их называл... Ладно, неважно, как их называл. Спартак, команда бестов, короче. Пусть будет так. Короче, первое время я привыкал. Но потом, в принципе, я влился. И работа оказалась, ну, нормальная. То есть, чтобы вы понимали, что такое экспедитор-игрущик. Каждый, сука, день я с водилой. Водила тоже отличный мужик был. Серёга его звали. Даже на одном видосе он у меня есть на Ютубе. Старый-старый видос. Даже два. Два. Супер-олды помнят. Там, где я по льду скачу. И из кабины машины есть ещё один. Короче, каждый день мы с ним катались. Пять рабочих дней. И мы каждый день катались по Туле и области. В принципе, это вообще был балдёж. Сейчас я супер-немобильный человек. Я реально могу сидеть дома месяцами, выходя только за водой, за едой. И всё. Тогда же я каждый день катался там по всей области. За область мы ни разу не выезжали. Хотя он иногда без меня в Москву катался. Но не суть. И в принципе, это балдёж. То есть, ну, как вот средний рабочий день мой состоял. Приходишь на работу, закатываешь поддоны с грузом в машину. Иногда много, иногда мало. Ну, обычно средний. Вот так вот, да? То есть. И всё. И поехали. Собственно, там бывает по 15, по 20 населённых пунктов. Там Суворов, Алексин. Не знаю, какой-нибудь. Но опять-таки, если вы из Тула, вы понимаете о чём я, да? Щёкина. Не знаю, какой-нибудь Ефремов. И, короче, катаешься. Блин, то есть, грубо говоря, час езды, 10 минут работы. И опять час езды. Самые балдёжные дни были пятница. Потому что ты с утра пришёл. Да, я опаздывал. Я в 99,9 я опаздывал. Я не шучу. Один раз вообще так жёстко опоздал. Потому что я дико накидался пивасом после матча России-Алжир. Мы с челом пили пиво. И я не знаю, я, наверное, выпил литров 6, наверное. Просыпаюсь. Время 11 или полдвенадцатого. А на работу к 8.30. Я такой думаю, а сегодня ехать в Суворов. Думаю, ну, не, ну, в принципе, если я поспешу, я успел. Причём успел прямо в последние секунды. И даже никто слова не сказал. Типа, я сказал, что, ребята, вчера я был в футболе. На пике, мужики были футбольные. Поэтому отнеслись ко мне к молодому с пониманием. Короче, вот в пятницу мы загружаем там товар. Иногда было вообще супермало товара. И мы просто везём, грубо говоря, там три коробки за 70 километров. Что там с косметикой. Ты приехал, отдал коробки. Там какие-то накладные отдал. Всё, ехать обратно. Покупаешь там себя в местном каком-нибудь спаре, Суворовском. Какой-нибудь еды. Какой-нибудь сухарик, чипсик, пиццу. Я хочу пиццу. И там в телефоне залипаешь. Правда, телефон не везде. Интернет не везде ловит. Но не суть. Короче, блин, работа была балдёжная. Но, как говорится, самое важное, да, о чём я ещё не говорил. Платили, мягко говоря, не очень много. 12 тысяч рублей платили. Ну, с другой стороны, за такую работу, это, наверное, нормальная цена. То есть, вот рабочий день, грубо говоря, с 9. Я к 9 приходил, когда все к 8.30. И когда в 2 бывало освобождалось. Когда бывало попозже, да. Бывало, что и до 7. Ну, это когда обычно груз долго ждёт, из Москвы едет. Короче. Но в целом, то есть, из этих, грубо говоря, 8 часов, да. Вот средний рабочий день. Из них работаешь часа, ну, 2-3 максимум. Остальное время либо на складе сидишь и ждёшь груз. Либо вот в машине сидишь, спишь. Блин, короче, работа была балдёжной на самом деле. Если бы там платили бы, ну, побольше, там, тысяч 40. Я бы сейчас бросил бы YouTube и просто бы катался бы. Но мечты-мечты. Скорее всего, давно уже этой работы и нет. Потому что, о чём я говорил, да. Потому что я был... Вот все те места, где раньше были потули точки, кстати, магазины сирени, их просто нигде нет уже. Почему-то их нет. На Пузакова нету, на Литейзина нету. На Первомайской нету магазина. Не знаю. Вот если вы из Тула увидели магазин сирени, может, там какую-нибудь туалетную бумагу покупаете. Короче, работа была прикольная. Но потом я ушёл, потому что я стал тем, кем я сейчас являюсь, пацаны. Да, я решил сосредоточиться на YouTube и Twitch. Twitch.tv. Такие вот дела, пацаны. Такие вот были работки. Да. Надеюсь, вам было интересно. Всем удачи. Всем пока. Сегодня будет стрим. Не забывайте. Приходите. Трансфер. Йоу. Пока. Ах да, чуваки. Забыл ещё кое о какой работе рассказать. Так сказать, оставил вам пасхалку. Для тех, кто досмотрит видео до конца. Это будет наградой. Так сказать, сцена после титров. Ну, вот, собственно, фото. И да, я пару-тройку месяцев работал на свалке. Да, ковырялся в мусоре. Ну, в общем. Ну, а что, деньги были нужны резко. И вот, в общем, повпахивал. И, ну, да, с тех пор немножко я подваниваю. Но это нормально. Ну, блин, поверьте мне, там жёстко, да, в плане запаха. Один раз я даже, вон, видите, там гигантские кучи. Я на такую кучу залез и прямо в неё провалился по горло. Меня еле достали. Там постоянно ездят бульдозеры. Если бы чутка проглядели бы, Антошки бы сейчас не было. Если вы в это поверили, то вы очень наивный человек. Я на свалке был всего один раз. Мы просто выкидывали мусор. Очень много мусора с той работы. Мы выкидывали стенды. Если вы поверили, то вы, конечно... Приятного просмотра, дорогие друзья. Ой, чего? Короче, пока. Субтитры сделал DimaTorzok